Пока ночью украинцы не спали от звуков тревоги, неспокойно было во временно оккупированном Крыму. Взрывы прогремели в городе Джанкой, где расположена авиабаза российских оккупантов. Оккупанты заявили об атаке дронов и работе ПВО. Якобы над полуостровом было сбито пять беспилотников. Еще четыре обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщился поправозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов. В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкой. На территории частного домовладения был обнаружен один невзорвавшийся БПЛА. В результате ночной атаки жертвы пострадавших нет. На Бавовну в Крыму отреагировала спикер командования ЮГ Наталья Гуменюк. Сезон продолжается. Крым должен чувствовать, что он Украина. Все, что мы посеяли, то мы и соберем. Тем временем громко было и жителям Белгорода. Об этом говорит губернатор области Вячеслав Гладков. Обстреливались в Шебетинский и Волоконский район округа. Много повреждений. В селе Муром загорелся фельдшерский-акушерский пункт. Также повреждены здания дома культуры, школы и детского сада. По предварительной информации обошлось без пострадавших. Русский добровольческий корпус и легион «Свобода России» продолжают операцию в Белгородской области. Бои идут в районе Навойта-Волжанки. Бойцы обвинили российские войска в обстрелах домов гражданского населения и просят мирных не покидать укрытие. Путинские войска продолжают крыть тяжелой артиллерией дома с мирными жителями. Несмотря на постоянные обстрелы со стороны регулярной армии РФ, российские добровольцы активно продвигаются. Штурмовая группа «Легиона» и РДК зашли в пригород Чебекина. Тем временем российские военные не рискуют вступать в открытые стычки и скрываются в лесных массивах. Оттуда повстанцы их и выкуривают благодаря комбинированным ударам артиллерии и дронов. Вражеская пехота и техника прячутся в посадках. Думаю, что мы их там не найдем. Но мы найдем. Бойцы призывают оккупантов сдаваться, если те хотят сохранить свою жизнь. Продолжаем уничтожать врага. Россия будет свободной. Напомним, 22 мая бойцы РДК «Легиона Свобода России» объявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области. Бойцы являются гражданами Российской Федерации. Они призывают россиян просыпаться от путинской диктатуры и сражаться за свободную Россию. Юго-западные окраины Бахмута оставлены российскими войсками и снова перешли под контроль ВСУ. Об этом сообщил главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, комментируя для РосСМИ заявление замминистра обороны Украины Анны Малер. Да, к сожалению, такая информация имеется, что по какой-то причине подразделения, которые должны были находиться в садах, но на сегодняшний день имеется информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ. Ранее Анна Малер заявляла, что украинские военные по-прежнему находятся в Бахмуте и удерживают окраины на юго-западе города. Ситуация в Бахмуте условно стабильная, хотя вагнеровцы не оставили окончательно город, написала она в своем телеграмме. При этом штурм Бахмута дорого обходится россиянам. Потери оккупантов здесь в 7,5 раз больше, чем силы обороны Украины. Об этом заявляет секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет Униан. С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибло 22 816 человек. Наши потери были в 7,5 раз меньше. Рассказал Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию «Курьер», отвечая на вопрос, почему Украина так отчаянно защищала Бахмут. Тем временем украинские военные продолжают оборонять город-крепость, несмотря на все заявления российских оккупантов о его захвате. Благотворительный фонд «Волшебные птицы» в Фейсбук показал видео работы пулеметчика в ходе одного из боев в районе города. В то время как украинские защитники выдвигаются вперед на позиции россиян, одновременно ведя огонь. Минобороны заинтриговало видео с украинскими бойцами и красноречивым намеком перед грядущим контрнаступлением. Каждый из защитников на видео показывает один и тот же жест – сохраняйте тишину. Все украинские военнослужащие на разных участках фронта с оружием в руках и на фоне военной техники. «Планы любят тишину. Объявления о начале не будет», отметила заместитель министра обороны Анна Малер в подписи к обнародованному видео. Тем временем, экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петриус уверен, что контрнаступление ВСУ будет очень впечатляющим. Он считает, что кульминация может наступить уже через 72-96 часов после начала, пишет Униан со ссылкой на The Guardian. «Я предполагаю, что они добьются общевойскового эффекта. Другими словами, они будут успешно проводить общевойсковые операции. Силы обороны будут работать слаженно и комплексно». По его словам, украинские защитники будут выполнять разные задачи, среди которых разминирование, прорывы обороны противника, противовоздушная оборона для защиты войск. Также Украина располагает мощной броней от противотанковых ракет, средствами радиоэлектронной борьбы, глушащими радиосети россиян, а также артиллерией и минометами. Субтитры создавал DimaTorzok